Ржевский Кирилл представляет Здравствуйте, ребята! С вами снова Кирилл Ржевский. Решил я выпустить такой небольшой ролик. Ролик о моих, собственно говоря, дальнейших действиях на канале. И в целом, удалять ли мне свой канал или не удалять. Ну что же, полазив по своему каналу, просмотрев свой контент, я пришел к выводу о том, что начал я свой канал очень-очень печально. Да, я тут подумал, что... Раньше я думал, что матерные выражения, матерный контент, трэш, это все только на плюс. Видео любого контента, хоть это пускай прохождение, хоть это пусть будут видеоролики, я думал, это все пойдет на плюс. Все эти нецензурные выражения, есть это мат, матерные все эти выражения, все они пойдут на плюс. Но оказалось, что нет. Оказалось, что нет. Я очень долго думал, что такой контент, он в моем случае не подойдет. Он в любом случае никому не подойдет. Я задумался, что лучше больше не употреблять ни видео, вообще нигде, матерных нецензурных выражений. Странно, что я только, как бы сказать, недавно свой канал создал, начал выпускать ролики, и уже вот где-то примерно через месяц только говорю о том, что вот не буду употреблять ницензурные выражения. Я подумал, я понял, я решил, что им не место. Не место им на канале, не только на моем вообще, ни на каком канале не место. Да, это может для кого-то смешно, если в тему там употребить, если все это в юморном так смысле, то тогда может быть смешно. Но я подумал, что мне лично это не мое. Потреблять матерные выражения в видео, в видеоуроках, в прохождениях видеоигр, это не для меня, ребята. Я, ну и раньше были свои каналы, я там довольно-таки неплохо проходил, и я пересматривал свои старые видео, я просто не узнал себя. Я просто не поверил, что это прохожу именно я. Я думал, это проходит кто-то другой. Может, у меня такое влияние было кого-то на меня, то, что я стал вот так вот материться в прохождениях, так, все, я подумал, что это плохо, даже не только вообще, но и в том плане, что могут разные люди смотреть мои видео, также дети, которые потом всему этому уже научатся. Что хочу сказать от себя, что, не знаю, мне стыдно за то, что я вот выпускал все эти видео с таким контентом, то есть не с контентом, а в присутствии матерных выражений, потому что видео мои мог посмотреть абсолютно кто угодно. И поэтому за это я искренне перед вами извиняюсь. Я тут еще решаю закрывать мне из-за этого канала, либо же продолжить дальше уже, собственно говоря, по-нормальному записывать видео. И буду стараться уже записывать в более сдержанной форме. Разумеется, этот мат, это, разумеется, не специально. Это специально я все это наигранно сделал, чтобы рассмешить, чтобы поднять настроение. Вы думаете, я что от злости, что ли, вот в Resident Evil 5 я играл, там сложно было, я матерился. Нет, на самом деле, ребята, это все было наиграно, это все было просто как спланировано. То есть я сказал, что все это спланировано. Теперь же, скорее всего, такого не будет. Я даже в описании канала написал, что искренне извиняюсь за первую половину роликов. В первый месяц у меня получился очень плохой в плане выпуска видео. Может, сами видео у меня получились хорошо, там в плане видеоуроков, самих видеоигр, но вот в плане комментариев этих видеороликов, которые вышли у меня за июнь, мне стыдно. Мне стыдно, в первую очередь, за себя, и мне стыдно за свои комментарии. То есть за контент мне не стыдно. Контент, я считаю, что выпустил я вполне нормальный, а вот комментарии у меня получились просто отвратительные. И буду в дальнейшем исправляться, возможно, даже удалю канал, кто его знает. Так что все может быть. Так что попробую показать вам себя уже с хорошей стороны, со стороны, так сказать, профессионализма и со стороны хорошего поведения. Потому что на самом-то деле человек я хороший, и скажу вам по секрету, я как бы раньше ругался матом вообще. То есть и виден, я имею в виду, ругался матом сам, но с конца августа 2015 года я бросил. Вообще целый год я ни одного матерного выражения не произносил. Я держался, я подумал, что это некрасиво, я подумал, что это плохо. Но потом я решил, что видео нужно, нужны матерные выражения, чтобы приукрасить игру, чтобы поднять настроение зрителям. Поэтому я подумал, а почему бы и нет? Ну давай-ка я стану материться. Ну и потом пошло-поехало. Сначала я видео стал материться, потом я сам стал опять же материться, мне понесло-поехало. Как наподобие, вот придумал пример, когда алкоголик на год бросил пить, он держался-держался и потом сорвался. Вот то же самое, такая же фигня у меня. Так что, ребята, чтобы не задерживать ваше время, скажу вкратце, что я, у меня два решения. Либо закрывать канал, удалять, ну не удалять, но просто закрывать канал, либо же уже проявить себя, так сказать, с хорошей точкой зрения. Вы пишите свое мнение в комментариях. Может быть, кому-то нравилось, что я вот так вот проводил целый июнь, комментируя матерными нецензурными выражениями видео на канале. Может, кому-то не нравилось. В общем, пишите все. Все вы пишите свои точки зрения в комментариях внизу под этим видео. Ну, я, собственно говоря, все уже сказал. Я постараюсь в следующих видео уже оправдать себя, уже получше все записывать. И, собственно говоря, на этом я с вами попрощаюсь. Ребята, вы мои. Подписывайтесь. Ну, я скажу, как обычно уже, вот говорю всегда, под каждым видео подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Что еще можем тут сказать? Ну, я уже сказал, комментируйте ваше мнение об этом, обо всем. Может, мне действительно нужно канал удалить, может, мне продолжать снимать уже в более культурном виде все свои видеоролики. Комментируйте. Ешьте кашу по утрам, ребята. Слушайтесь маму. Ведите себя хорошо. Не получайте плохих оценок. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok